Напоят, ушманают, выпихнут и все. Так, рассказывает женщина, со своими гостями обходятся ее соседи, точнее соседки. Квартира 100, которой тут вроде бы как и быть не должно, на подъезде стоит нумерация лишь до 99-й квартиры, не дает покоя всему дому Надзержинского. Жильцы давно уже прозвали девушек профурсетками, так как уверены, зарабатывают они весьма специфичным, а главное, незаконным способом. Постоянно уезжают, приезжают, приезжают, и так же, и парни. Бывает, муж спит в той комнате, бывает, что это самое, и спать не дает, он не постучит, так что толку-то. Чтобы узнать наверняка, отправляем подставного клиента в квартиру. Заснять на камеру молодому человеку практически ничего не удалось, но сама беседа и даже сделка состоялись. Надо каких девочек-то постарше, помоложе, расскажите. Примерно рост 180. Да, 180. Есть девочки такие, есть кусочки, красивые, стройные, так что он будет очень доволен. Пообещали, девочки будут готовы к 7 вечера. За полтора часа попросили 2000 рублей. Максимум трехкомнатная квартира, и вряд ли там, можно сказать, у них штаб-квартира, потому что практически никого не было. Сказали, что все на выездах. Были две девушки, которые, скорее всего, отдыхали, судя по виду, и две сутенерши. Как оказалось, именно сюда, над Дзержинского, переехал Дом терпимости с проспекта Победы. Журналисты нашего телеканала снимали о нем репортаж в прошлом году. Выяснилось это просто. Достаточно было позвонить по старому номеру. Там и сказали, что адрес сменился, впрочем, как и расценки. Из-за такой нехорошей квартиры соседи полицию вызывали не раз, но безрезультатно. Публичный дом в жилом доме так никто и не прикрыл. Требуется проведение большого комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий, которые сопряжены с затратами как материальными, так и с затратами по времени. И, следовательно, происходит это все небыстро. И пока следствие ведется, публичные дома вот так перекочевывают с места на место. Уголовная ответственность наступает только за организацию и вовлечение в занятия проституцией. За 2016-й правоохранительными органами было раскрыто пять таких дел. За этот год – два. Самих же девушек за такую работу ждет лишь штраф до 2000 рублей. Евгения Кашинцева, Николай Замараев, Василий Попурин, Евгений Тюнев. Время новостей.